Меня зовут Роман Проценко, я первый человек компании, топ-1, и моя структура 17 тысяч человек, ну и 17 тысяч партнеров. Клиентов около 130 тысяч. Смотри, вспомни себя сейчас в тот день, когда ты пришел в компанию. Вспомни, как ты сильно изменился, что бы ты себе посоветовал тому, который пришел, новичку? Что бы мне советовал так же работать, если бы было, как сейчас? А, и это, посоветовал бы себе тирских поставить в правую машину, и все. А новичкам что посоветуешь? Самое такое основное, главное. Никогда не сдаваться терпением, и... Ну, по капиталу самый крутой проект, который сейчас существует, а все. А какая у тебя цель такая масштабная на будущий год, который вообще будет? На будущий год? Ну, чтобы в моей структуре было 100 миллионеров, которые уже заработали, ну, по-другому миллиону рублей. А сейчас сколько? Сейчас 37 или 40 тысяч. Надо бы то, что в следующем году их будет больше, и даже, может, 200, может быть, даже первый доллар на миллионер появится. А себе лично? Себе лично? Часть, здоровье, любви. А квалификацию? Квалификация, да, и... Ну, одна цель будет... Я тебе дожила. Одна цель будет, которую еще никто не знает, и... Новую квалификацию открыть? Нет, другая. Вы марки узнаете. Хорошо. Всем привет, меня зовут Шуговикова Наталья, мне 22 года, и я будущий студент. А сколько ты в компании? В компании я год и два месяца. А какая у тебя структура? Структура, если честно, я уже не помню. Структура, но мой доход за все то время, которое я здесь, ну, это почти 3 миллиона рублей. Круто. А что бы ты посоветовала себе той, которая пришла год назад в проект, вообще ничего не знаю, без опыта, без знаний? Да, я буду работать по списку. Когда я пришла, я рассказала, наверное, ну, то есть я не знала, что такое, в принципе, список, и... Ну, именно поэтому, наверное, из моего окружения у меня всего лишь несколько человек. С самого начала мне подержали две мои лучшие подруги, а потом я стала работать как-то вот так, ну, то есть непонятно, я стала распляться очень сильно, но, тем не менее, как бы, результат есть, но работайте по списку. Список – это прям самая крутая вещь, самая полезная вещь, и... А, это вещь, которая дает самый быстрый результат. А ты звонила, или писала, или встречалась? Я просто рассказывала всем. Я не звонила, наверное, я писала, и вот каждый человек, который находился возле меня, он узнавал о компании. То есть моя миссия была это рассказать всему миру о том, что есть такая реально крутая компания с таким реальным другим видом. А какая у тебя ближайшая цель на ближайший год? Цель? Ну, на самом деле, я не ставлю цели так далеко. Ну, то есть мои ближайшие цели, там есть 1100 целей, там, и так далее, ну, наверное, такая самая масштабная, если говорить о масштабах – это два контакта. То есть в моей цель, честно говоря, в моей команде около два контакта. Два это у меня уже есть, и нужно перебить уже на следующий раз, да? В разных ногах. Конечно. Всем привет, меня зовут Росмакин Валерий, мне 22 года. Я сам родом из города МИАС, сейчас живу в Новосибирске и развиваю бизнес там. В компании нахожусь 14 месяцев, за это время заработал более 11 миллионов рублей, может быть, уже более 12 миллионов, я уже перестал считать. Вот, то есть и команда более 4,5 тысяч партнеров и более 33 тысяч клиентов. Круто. Вот такие результаты, поэтому жду вопросов. А что ты себе посоветуешь тому, который год назад пришел в компанию? Ну, то есть новичку, а вот этому? Вот там именно себе, вот весь твой путь, который ты прошел. Посоветовал бы пройти тот же самый путь, он был просто охрененный. Нет, на самом деле, вот, ну, не бояться, то есть сначала был какой-то страх, ну, был страх, был, ну, как стрессовые какие-то состояния, но главное не бояться этих страхов и стрессовых состояний. И просто идти, 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 и большие деньги приходят тогда, когда ты делаешь то, что тебе не было свойственно до этого делать. Тогда у тебя появляются большие деньги. Поэтому я бы порекомендовал и себе, и на самом деле всем бы новичкам делать то, что ранее тебе не было свойственно. А какая у тебя цель ближайшая на будущий год? На будущий год, ну, мы, кстати, вчера прямо ночью на пляже под цветом луны, звезд, стояли это все обсуждали. 2019 год это будет год, наверное, стратегии больше, да, то есть более такого стратегического подхода к бизнесу, а 2020 год это более динамического развития. Поэтому на 2019 год, ну, с точки зрения больших результатов, я цели как-то не ставил, да, то есть это, ну, цель на 2019 год это развитие регионов, да, то есть это, ну, и стран. То есть Казахстан, Украина, Беларусь, ну, и по России, конечно же, да, то есть, а 2020 год это минимум миллион, ну, миллион евро за год по-любому. Круто, ну, все, желаю тебе успехов, спасибо. Все, счастливо всем, увидимся с вами в Доминикане. Всем привет, меня зовут Яна Пожанская, мне 24 года сейчас, в компании я полтора года, нет, ну, год и четыре, несколько месяцев, может, уже пять, заработала уже более трех миллионов рублей, вот. А какая у тебя структура? А, у меня кальфикация Green Capital, структура у меня более тысячи, где-то ста человек. А клиентов? Клиентов более семи с половиной тысяч. А что бы ты пожелала себе, той, которая пришла вот полтора года назад, что бы ты, точнее, посоветовала? Знаешь, я вот когда анализировала, этот год, который прошел, я поняла, что мы, вот, серьезно, я не знаю, как, как-то интуитивно мы действовали полностью правильно, то есть, делать то же, что мы и делали. То есть, мы действовали постоянно, то есть, мы действительно минимум обучались, и просто, там, допустим, пост писали, он был там корявый, там, какой-нибудь с ошибками, но мы все равно выкладывали. Были какие-то небольшие результаты, там, сто ты евро заработал, мы всегда этим делились, рассказывали, и, ну, то есть, делали все, 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 привлекая в бизнес людей, да, и вообще не боялись, то есть, пробовали все. И главное действовать, действительно, то есть, не обучаться, там, не смотреть эти долгие вебинары, и постепенно, постепенно мы просто разбирались, но уделяя этому буквально 10-20% своего времени, а все остальное просто действие, действие. Встречи, там, те же, они были корявые, тоже так же, да, там, какие-то непрофессиональные, но я понимаю, что со встречи у меня заходила 100% конверсия была. То есть, даже сейчас такого нет. Я не знаю, что случилось, но это правда так. Поэтому, ребят, особенно вот такая штука, я знаю, что многие стесняются, там, показывают, там, свой небольшой результат. Да, поверьте, то, что у нас сейчас какие-то миллионы, люди этого, наоборот, больше боятся и как-то меньше реагируют, чем если, когда у вас какие-то небольшие суммы, это больше привлекает людей. Поэтому всегда делитесь своими, даже небольшими результатами. А какой у тебя, какая цель на ближайший год, который будет? Закрыть блюкепитом. А сколько хочешь зарабатывать? Вообще, у меня цель зарабатывать 5 миллионов в месяц. Нормальная цель. Ну и все, я тебе желаю, чтобы все сбылось. Спасибо. Спасибо. Всем привет, меня зовут Дмитрий Стор. Я в компании уже практически полтора года. Подходил в июле 2017. Я в квалификации Green Capital. Мы работаем вместе с моей супругой Ассией Жуковой. У нас полторы тысячи партнеров в команде. За это время заработали практически 9 миллионов рублей. И продолжаем развиваться. То есть, мы стоим на месте. Следующая цель – это Blue Capital, потом Red Capital и, естественно, Diamond. Ты мой последний вопрос опередил. Что бы ты пожелал себе тому, который пришел в проект изначально? Не пожелал, а посоветовал? Только сейчас бы, да? Ну вот тому Диме, который пришел когда-то в проект. Пару года назад, да? Я пожелал, наверное, одну простую вещь. Просто не бояться делать ошибки. Не бояться совершать много ошибок. Готовым быть к трудностям. Потому что трудности будут в любом случае. И просто принимать этот опыт. И понимать, что он нужен тебе только для развития и для роста. Ну вот, вот что бы это главное. Все? Спасибо. Меня зовут Эмиль Панахов. Мне 29 лет. Я развиваю бизнес вместе с компанией WVP Capital уже 10 месяцев. Я в квалификации Green Capital вышел на заход около 900 тысяч рублей в месяц. Смотри. Вот ты сейчас за 9 месяцев уже достиг чего-то, да? Там прошел какой-то этап. Поменялся 100% кардинально. Вспомни себя 9 месяцев назад и посоветуй себе что-то важное. Если я вернусь назад с теми знаниями, с тем опытом, который у меня сейчас есть, и порекомендую себе что-то, я бы порекомендовал себе одну вещь. Делать то, что делал. Все было нормально. Я не останавливался, я шел до конца. В сложные моменты я обращался к своему оплайну. Паша Ченков, Илья Савастьяна, Хрома Проценко, вице-президенты компании Наталья Росласова, Антона Гафонов, президент компании Филипп Робериар. Со всеми общался. Они мне давали нужные рекомендации, нужные советы, нужные, я даже так сказать, инсайты. Поддерживали меня, и я шел вперед. Я каждому бы сказал, что когда у вас есть какие-то сложные периоды, не стоит общаться с окружением, которое не является частью нашей компании, команды, не стоит общаться с онлайном. Обратитесь к вашему наставнику, топ-лидеру компании, может быть, кому-то из руководства, для того, чтобы подпитаться энергией, получить ту нужную информацию, которая вам требуется, для того, чтобы продолжить этот бизнес. Круто. Смотри, у тебя сейчас грин. Твоя цель, задача на ближайший, на будущий год, максимальная такая? У меня уже прописано было, что в апреле 2019 года у меня цель Diamond Capital. В любом случае, всегда, когда метишь звезды, хотя бы в луну точно попадаешь. Хотя бы Red Capital должен быть к апреле 2019 года, но цель Diamond Capital в апреле 2019 года. Все, круто. Я тебе желаю, чтобы ты этого достиг. Спасибо. Привет, меня зовут Павел Ченков, моя квалификация Red Capital. В компании я уже больше 13 месяцев. Смотри, у меня такой вопрос. Ну, ты вот за год сильно изменился, да, скорее всего? Очень сильно. Если сказать, что я сильно изменился, ничего не сказать. Вот, а теперь вспомни себя год назад. Какой бы ты себе дал совет? Какой бы я дал себе совет? Надо прислушиваться ко всем, брать обратную связь у наставников, у основателей. А делай так, как подсказывает тебе чуйка. Например, если ты зашел в компанию, и ты хочешь что-то сделать, делай. Ты в этот момент начинаешь проявляться и раскрываться. И я бы, наверное, посоветовал себе прислушиваться к мнению каждого, не закрываться, обрабатывать это все. И вот, исходя из этой полученной информации, сразу делать действия. Делай действия регулярно, больше, чем другие. И понимать обратную связь и делать какую-то корректировку. Вот, и потому что наш бизнес настолько многогранен, что можно с разной стороны подойти и достичь большого успеха. Сюда может прийти человек, который закрытый сам в себе, не очень общительный. И он может добиться высокого результата, действуя исходя из своих установок. Может прийти очень общительный человек и здесь тоже реализоваться по-своему. То есть каждый человек, который сможет реализоваться, надо просто нащупать вот эту вот тропу, исследовать ей, прислушиваться каждому, но делать так, как подсказывает тебе твоя интуиция. Вот, наверное, это. Потому что иногда я сбивался из-за своей неопытности. Я думал, что надо делать только так и никак по-другому, и ошибался. Хотя Чуйка мне подсказывал, что надо было сделать немножко по-другому. Поэтому не бойтесь, вы здесь как предприниматель, вы не как наемный специалист. Если вы будете действовать как наемный специалист, у вас здесь будет какой-то успех, 100, 200, может 300 тысяч, но не миллионы. А когда вы будете включать голову и напрягаться, делать действия, обрабатывая информацию и делая корректировку, вообще просто будет космос. Это, смотри, а вот ты уже Red Capital, это предпоследняя квалификация. Ну вот на ближайший год, который будет, у тебя вообще какой... Цель открыть новую квалификацию, которой еще нет. Ну, а еще новую? Не Diamond? Чтобы я закрыл эту квалификацию и открыли после меня. Но у меня вообще цель это стать первым евром и миллионером в нашей компании. Почему меня эта цель зажигает? Потому что есть люди, которые больше заработали, чем я. Больше заработали, чем я. Вот. И меня это зажигает, мне это интересно. Мне это интересно. И что еще? И многие говорят вот такие фразы насчет того, что я хочу, чтобы была большая моя команда, чтобы моя команда все зарабатывали. Я проникся очень идеей Филиппа, то, что пять человек рядом с тобой, которые очень сильно поменяли свою жизнь. Я не хочу много людей, которые изменят свою жизнь. Не хочу, это, конечно. Но лучше вложиться реально в небольшое количество людей. Три-пять, но сильно поменять их образ жизни. Ой, прям очень сильно трансформировать. И своим примером, и каким-то вот плотным взаимодействием дружеским и тоже бизнесовым одновременно. И они это сделают так же для своих пятерых. То есть вот чтобы я изменил мир там из сотни людей, а я изменил пять человек, это то, на кого я реально могу повлиять. Они, в свою очередь, сдублицировали меня и сделали то же самое. Согласна. И так далее, и так далее. Я тебе желаю, чтобы все получилось. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Марина Рокучева. Я в компании 6 декабря. У меня сейчас команда 1200 примерно партнеров и квалификация Green Capital. Я бы сама себе сказала меньше сомневаться, потому что я слишком долго копалась в компании, очень много заморачивалась, у меня было в голове очень много возражений, пересмотрела кучу негативных роликов. И вот я бы себе той самой посоветовала меньше копаться, меньше сомневаться, больше делать и очень быстро стартовать. А какая у тебя такая самая глобальная цель на ближайший, ну на будущий год? Именно в проекте? В квалификации? Ну вообще в проекте, кем ты себя видишь, что ты хочешь? Я вижу тебя в проекте всегда только в мире, потому что мне хочется оставаться в окружении вот этих вот людей, заряженных на успех у себя, хочется оставаться в окружении Филиппа. Поэтому сейчас для себя ближайшую цель, которую оставлю, это Blue Capital, это обязательно поехать в США, быть там вместе со всеми. Круто! Ребят, всем привет, нас зовут Юлия Игни-Приятирский, мы в проекте Blue Capital уже почти полутора года, на сегодняшний день закрыли квалификацию Blue Capital и всех рады приветствовать. А скажите, пожалуйста, представьте, ну вспомните себя год назад, вот какие вы пришли в проект, ну сильно, да, изменились? Вот что вы себе посоветуете тем, которые пришли тогда? Наверное, мы посоветуем быть теми же людьми и совершать то же самое действие, что мы совершали на всем протяжении этого полтора-полтора лет. Да, а я еще хотела бы себе пожелать, чтобы я больше слушала наставника, потому что он мне говорил, вот когда я только зашла в проект. А новичкам? Ну то же самое и новичкам, да? Да, ребят, я понимаю, что все крутые, все вы знаете, что там делать, у вас совершенно другие друзья, у вас все будет по-другому, но обязательно слушайте, прислушивайтесь наставников и ваше встрече. Верьте в себя, верьте в проект и никогда не сопротивляйтесь тому, что он говорит в вашем наставнике. А какая у вас максимальная цель на этот год, вот будущий? Максимальная цель? Она цель, которая миллион евро. А квалификация? Квалификация на этот год. На ближайший год? А, ближайший, да, я македит. Круто, все, я вам это желаю. Да, и 500 тысяч минимум клиентов в нашей структуре, именно клиентов-шипоголиков, которые съезжают на нашем вороне. Круто, через год посмотрим видео и 100% это будет, все, спасибо. Всем привет. Меня зовут Наталья Жукова. Я из Москвы. В компании я с июля 2017 года. Практически в самом начале пути компании. А какая у тебя квалификация? На сегодняшний день я white capital уже почти год. Как говорят, не до green. Но на самом деле одна из самых мощных команд это наша команда. И все круто. Скажи мне, знаешь, какой вопрос? Вот ты сейчас представь себя год назад. Ну что, это же поменялось тебе? Конечно. Вот что ты посоветуешь себе, когда вот ты пришла год назад? Что бы ты сейчас себе посоветовала? Ой, на самом деле было очень страшно принимать решения. Вот для меня это был огромный риск, правда. Потому что когда только еще в стадии проекта, да, зарождение была компании, действительно, ну для меня был большой риск. Потому что был какой-то уже опыт. Но сейчас я реально говорю о том, что рискни и победи. Вот правда. Наверное, вот одно принятое верное решение полностью изменило нашу жизнь. Вот жизнь моей семьи, жизнь моих детей. И это правда очень круто. И самое главное не только мою жизнь, а жизнь многих людей, которые на сегодняшний день состоялись в компании. А какая у тебя максимальная цель там на ближайший год именно здесь в проекте? Ну цель, как минимум, хотелось бы, конечно, закрыть Blue Capital. И попасть не только во Францию, но и в Америку в числе вот лучших. Потому что правда, ребят, вот побывав в такой компании сейчас на Кубе, ты понимаешь, что действительно ради этого стоит расти, развиваться и создавать такую мощную команду. Круто. Ну все, я тебе желаю достичь своих целей. Всем привет, меня зовут Ирина Винарская. В компании я уже год. Моя квалификация к ингредиентам на данный момент в структуре более 1500 партнеров и более 5000 клиентов. А скажи, пожалуйста, мне, смотри, представь, вернись год назад, к тебе в команду приходишь ты. Вот та. Не которая сейчас, а которая была. Вот что ты себе посоветуешь? Я себе посоветую делать все то же самое, что я делала я. Хорошо, что ты посоветуешь новичкам. Новичкам я посоветую, наверное, больше эмоций. Не только опыт, не только знания, не только какие-то навыки, не только те обучения, которые дают, но и все это будет замечательно. Нужно всем сердцем полюбить то, что ты делаешь, и тогда 100% будет что-то. А какая у тебя цель на ближайший год, вот такая прям крутая, в компании именно? Несколько целей, наверное, крутая. Но самая крутая – это полететь со своими лидерами, во-первых, в Францию, во-вторых, в Америку, и минимум 50 человек со своими вторыми половинами в Доминикане. Все круто, давай! Желаю тебе! Спасибо! Привет, всем привет! Меня зовут Лена. Я в компании нахожусь год. 14 ноября, ровно год был, полдня назад. Сейчас на данный момент у меня квалификация Green Capital. У меня севший голос, потому что у меня сегодня был командный дух. Вот, мы играли в состязание, вот что-то, и поэтому немножко осипло. В компании год, которая литрация Green Capital, зарабатывая больше 900 тысяч в месяц, и у меня, ну, больше 200 партнеров. Честно, ну, точная цифра. А клиентов? Ну, около 10 тысяч, наверное, на близких. Самый главный вопрос. Представь, сейчас к тебе в команду приходишь ты, вот на том этапе, когда ты начинала. Что ты себе посоветуешь, вот той, которая пришла в компанию? Посоветую включиться быстрее. Я как-то долго раскачивалась, надо быстро включаться. Ты заходишь в бизнес, и сразу начинаешь какие-то действия совершать. То есть просто сидеть бездумно не нужно. Нужно делать, 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 и результат будет очень быстрый. И он будет, это главное. Главное, что... А какая у тебя максимальная прям цель в проекте? Что ты хочешь? Прям по максимуму. Ну, я так не вставлю. Я понимаю, что мы по-любому дойдем к концу, может быть, будет еще выше, Даймон, да еще что-то. На данный момент блю. Ну, это не максимальная, но ближайшая. То есть ближайшая цель – это отворификация лучше. А временные какие ограничения? Ну, я как бы рассчитываю... Я не буду, да, там придумывать, что сейчас я за месяц закрыл. Нет. Ну, рассчитываю полгода, наверное, ближайшие точно. Все, круто, давай, удачи. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Кузнецова Юлия. Я в компании с 25 ноября. У меня в структуре около 10 тысяч клиентов и где-то 800 партнеров. Я закрывала максимальную квалификацию ГРИФ. Первый месяц. Сейчас я нахожусь в квалификации ВАЙТ. А что бы ты хотела пожелать сама себе, когда только начинала этот бизнес? Мне хочется дать совет всем новичкам. Не стремитесь сразу строить огромные команды. Ваша задача – найти несколько людей, с которыми вы будете идти рука в оборотку, с которыми вы будете давать свои знания, с которыми вы будете строить бизнес. И это должно быть необязательно 100 человек. Лучше найти несколько сильных людей и вместе с ними работать и ставить какие-то цели и планы. И еще, наверное, хочется пожелать всем, точнее посоветовать, никогда не слушайте какие-то негативные отзывы. И обращайте внимание на людей, которые вас не поддерживают. Потому что, если сейчас я вернусь назад, на год назад, те люди, которые меня не поддерживали, смеялись, кто-то прикалывался или еще что-то, они сейчас находятся там же, где они остались. А у меня за год очень много всего жизни поменялось. И, конечно, все в лучшую сторону. И, естественно, я ни о чем не жалею. И я думаю, что те люди, которые что-то могли плохое говорить, они сейчас, скорее всего, даже немного завидуют тому, как поменялась моя жизнь. Поэтому самое главное, оставьте перед собой целью, никогда никого не слушайте. Какая у тебя максимальная цель в компании? У меня цель, естественно, в ближайшее время закрыть квалификацию влю. У меня цель, чтобы со мной рядом было, как минимум, 10 сильных лидеров, которые будут закрывать тоже большие квалификации. Денежная цель на ближайший год выйти на доход, как минимум, на миллион рублей в месяц. И, естественно, сделать так, чтобы мои лидеры тоже зарабатывали. И те люди, которые пришли в компанию, не за тем, чтобы стать лидерами, зарабатывать огромные деньги. Моя задача помочь им зарабатывать столько, сколько они хотят. Так что вот так. Привет всем. Меня зовут Петр Соловаров. Я в компании уже порядка 8 месяцев. Развиваю бизнес вместе со своей женой. Мы с ней двигаемся на разных аккаунтах. Там по-разному закрываются квалификации. Но закрываем грины, вайты, вот так вот. По сколько партнеров. Тоже сложно сказать, потому что команды две. Ну, порядка, наверное, 200 партнеров на данный момент. А вместе с клиентами? 3,5 тысячи. А скажи, пожалуйста, мне, ты знаешь мой вопрос, можешь сразу на него отвечать. Что бы ты, какой бы ты себе совет дал вот тому молодому, который пришел? Какой бы я совет себе дал, когда я только присоединился к компании, да? Я бы, я бы, слушай, вот я этот вопрос задавал, я сам на него все вещи не ответил. Ну, наверное, наверное, я бы пожелал себе сосредоточиться на личном рекрутинге. То есть, не заниматься работой с командой, пока не закрылась квалификация, ну, хотя бы грин. То есть, заниматься, но больше процентов, допустим, 80% поставлять на личный рекрутинг и 20% на работу с командой. Меньше зацикливаться на обучении. Не давать сложных схем, давать простые инструменты и пытаться эту работу контролировать. Чтобы твои партнеры выполняли простые действия, и ты их контролировал, давал обратную связь. Потому что сильные инструменты и сложные в освоении, они могут процесс затормозить или даже приостановить для некоторых партнеров. А какая у тебя цель в компании? Я хочу закрыть Diamond Capital. Когда? Хочу закрыть к 2020 году, чтобы я уже был Diamond 100 рост. Я тебе это желаю. Спасибо. Спасибо. Всем привет, меня зовут Алиэр. Мне 26 лет. Моя квалификация Green Capital, доход 300 тысяч рублей в месяц. В команде более 2000 партнеров. И я в компанию пришел год назад. Ты можешь так же. Красавчик. А скажи... Делай все так, как делал я. А как делал? Ошибайся, терпи. Достигай ямы, потом снова взлетай. Достигай ямы, корректируй и снова взлетай. И никогда, никогда в этой жизни не убирай фокус из бизнеса. Держи себя максимально фокусом. А какая у тебя цель в компании? Моя цель в компании – войти в топ-10 компаний и сделать так, чтобы в этот топ-10 было три моих человека. Красавчик, я тебе этого желаю. Спасибо. Никита. Я топ-20 компаний. Пришел, получается, почти год назад без месяца. Увидел пост, где Паша Чайков написал о том, что в его жизни происходит что-то невероятное просто. Просто невероятное. Мне стало очень интересно. Я написал, я говорю, Паша, расскажи, что у вас там такое. Он меня пригласил на презентацию. Я пришел на презентацию. Все на этой презентации думали, что я пацаная утка. Реально, что вот так. Кэшбэк. Рынок сбыток. Мы в самом начале, да? Ну так, реально, все думали, что все. Я для себя все сразу понял, но я тупил три месяца. И я никогда ни о чем не жалею, но если бы я что-то хотя бы изменил бы вот в этой истории, конечно, влетел бы сразу. Потому что, и почему я не влетел, потому что у меня было два бизнеса, и вообще очень проблем. То есть, один бизнес приносил 200, а другой минус 200 кассов разом. Линейный бизнес. Президент клуба для предпринимателей у меня, там, компания, бьюти-про, там, все промоушен, филиальная сеть, там, семь городов, все, типа, круто. А денег, вот. И, как бы, и денег не было толком, да? И очень много работы. Я понял, что я сейчас зайду в проект. Ну, я бы, конечно, мог. И всегда понятно, что если тебе, там, нужна сумма, опять же, там, вход в наш бизнес максимальный, он по времени, как, 62 тысячи, и деньги. Смешно. Конечно. И я бы нашел, просто я решил для себя, что я сперва разберусь с клубом, потом завлечу. Если я зашел сразу, подо мной бы сейчас были, Валера, Эмиль, там, все наши топы. Ну, вот я как раз и хотела тебе вопрос задать, именно, чтобы ты себе пожелал, посоветовал вот тому, кому, когда ты вот пришел, молодой. Я бы себе пожелал принимать очень быстрое решение, это первый момент. Второй момент, который я бы себе писал, я пожелал найти человека, который помог у меня выстроить систему. Надо учиться, это, ребята, это очень важно, команда формирования, безумно важно. Делайте то, что у вас получается хорошо, а что у вас прямо из рук получается плохо, выберите, вот, найдите портфайн. Понятно, что на самом старте, как бы, там, ну, элементарная задача привести человека на презентацию, сели, алло, Зина, да, вот вчерашний, ты не видел? Ха-ха, я тебе потом скажу. Просто позвонить, два слова, да, пригласить на презентацию, там все делать, наставить за тебя. Но потом, когда у меня же появилась команда, очень важно было найти человека с системным мышлением, потому что я суперэмоциональный, супергиперактивен, там, классно продаю, все, есть такую рыбу. Вот, но плохо работали на системности, поэтому я бы нашел человека с системностью. А какой у тебя план вообще в этой компании? Топ-1. Не скромно? Еще никто не сказал-то, кстати. Топ-1, но я готов, я готов поступить с первыми четырех местами, с такими только пять компаний, если четыре моих человека будут топ-1. У меня есть в голове четыре человека, которые будут топ-1 в этой компании. Они есть уже у тебя в команде? Есть в команде, да. Я тебе, значит, этого желаю. Спасибо большое. Спасибо. Всем привет, меня зовут Кирилл Андреева. Я занимаюсь проектом с конца мая. Квалификация у меня была Green Capital, в этом месте я его еще не подтвердила. Смотри, у меня к тебе такой вопрос. Вот представь, что ты, к тебе сейчас в команду, приходит такой человек, как ты, полностью, один в один. Какой бы ты ему дала совет? Слышать наставников. Слышать наставника, верить в свою мечту, быть уверенным в том, что рано или поздно у тебя здесь получится, и никогда не останавливаться. А какая у тебя цель в проекте? Цель в проекте реализовать свой потенциал на максимуме, вообще здесь реализоваться, стать здесь долларовым и миллионером. В плане человеческом я уже здесь обрела друзей, с которыми я знаю, что я пойду по жизни. Я сюда пришла за Эмиля, лучший мой друг, он меня звал вообще во все темы, где я больше всего денег зарабатываю, но в процессе, получается, за этот короткий промежуток времени я обрела друзей, с которыми я уверена на тысячу процентов и пойду с ними до конца жизни. Круто, но я желаю тебе, чтобы у тебя все сбылось. Спасибо. Меня зовут Умен Волсанов, я из города Читы, вырос на Чабанской стоянке Татара. В моей структуре 630 партнеров, 13 тысяч 300 клиентов. В компании я год ровно был. И квалификация у тебя? Квалификация Грид. Я самому дал на начальном этапе? Настойчивость. Самое главное это настойчивость. То есть не слушать мнения чужих людей, не слушать мнения своего окружения, не смотреть всякие видосы и так далее. Просто делать, полюбить процесс и все. А какой у тебя план на будущее? У меня основная цель, я на всех обучениях всем говорю своим партнерам, задаю вопрос, у вас какая цель? Многие говорят, финансовая несвобода, путешествия, хочу не работать на своей работе и так далее. Никто не говорит одну цель, которую я всем говорю после обучения. После того, как вопрос задав, получаю ответ, я говорю, у вас одна должна быть цель. Это квалификация. У меня минимум это блю. Я понимаю, если у меня блю будет, как вчера я подтвердилась на коучинге, что ты никогда не обнуришься. Это зона как бы безопасности, да? Да, круто, спасибо. Привет, меня зовут Игорь Павлович Ковалев. Я тут видит компании. У меня большая структура, 3000 человек и где-то 50 тысяч приезжают. Смотри, Игорь, первый вопрос. Какой инсайт, ну я знаю, что у тебя в принципе вся жизнь состоит из постоянного саморазвития, но тем не менее, вот хотелось бы уточнить, какой инсайт, либо какой-то совет ты получил здесь именно, находясь в этой компании, самый важный, какой можешь выделить? А инсайт, наверное, не инсайт, а то, что меня сильно цепляет здесь, это уничтожение энергии. Ну то есть я в принципе здесь и остался в компании, потому что есть семья где-то здесь. А раньше я был такой, у меня не было особо команды, все люди, которые у меня работали, они были у меня в найме, я им платил зарплату. А здесь равноправные партнеры, с которыми я строил бизнес. Вот это меня, я не знаю, можно это инсайтом называть, но вот это меня очень сильно цепляет. И еще я знаю, что у тебя команда, она каким-то магическим образом, члены твоей команды, они походят по духу, да, скажем, на тебя. То есть это люди, которые стремятся к духовному разбитию, да, там какие-то практики постоянно делают. Это вот очень круто. Ну, как выяснилось, на самом деле тут у нас все странники в компании. Да? Да. Вот. Возможно, у нас просто это преобладает в общей массе, но да. То есть все люди понимают, что за грубым там телом, за деньгами стоит что-то более тонкое, что в принципе и является двигателем всего этого процесса. Хорошо, смотри, Игорь, второй вопрос. Какое качество, выдели, пожалуйста, одно, ты считаешь, необходимо развивать в нашей компании партнеру для того, чтобы получать все лучший результат? Наверное, действие. Ну, то есть не как качество само, а вот, например, если человек что-то вот приобрел, вот сейчас он что-то услышал, и вот прям пойти что-то сделать. Применить это? Да, да, применить. Просто проблема есть в том, что люди со школы учатся, там, с института учатся, и вот они как бы все время учатся. Но не хватает то ли времени, то ли желания, то ли они уже просто, ну, зависимо от этого обучения, и не действуют. И вот, ну, мне кажется, самое главное качество просто начать делать, не важно что, потом будет важно что, то есть вначале, ну, просто начать двигаться. И вот я многим людям говорю, которые нет цели, ну, говорят, вот у меня нет цели, я не знаю, как придумать себе цель. Я говорю, ты просто начни действовать, цель по пути тебе придет. Ну, то есть нету сейчас цели, я тоже никогда не знал, что у меня цель там будет, ну, не знаю, там, 5 долларов за миллионер в моей команде тоже было. Она постепенно появилась, появляется постепенно, но я просто начал двигаться, и все. Хотя кому-то и работает, ну, сразу зафиксировал цель, и идешь, кто-то просто проще ему идти, начать, и потом цель, да, сама появилась. Супер. Смотри, третий вопрос. Давай представим, что вот... Не плит. Давай представим, что ты вот сейчас Игорь Фрешковалев, который ты сейчас есть, и давай представим, что к тебе в команду приходит Игорь, ну, тот, который ты когда начал заниматься проектом, и ты его сейчас сидишь коучишь. Что бы ты ему посоветовал или пожелал? Я бы, наверное, объяснил ему, что будут волны определенные, и будет и рост, и падение, и это нормальные процессы. И что бы он просто воспринимал это все спокойно, не... ну, в депрессию не впадал. Вот. Наверное, я бы это... Ну, то есть, у нас многие партнеры там переживают из-за того, что им отказали, или они... ну, или партнера подключили, он вроде работал-работал, а потом куда-то пропал. И вот, ну, кажется, что что-то не то он делает. А ты переживал? Да. Вот поэтому и пожелал бы себе, да? Не заниматься этими глупостями, просто дальше идти. Ну, это как бы нужно пройти, это такой процесс. Ваши люди, они всегда с вами будут, ну, то есть, в любом случае, и это нормально. Да, все. Спасибо, Игорь. Круто! Привет всем, ребят! Меня зовут София Бондаренко. Мы с Ромой в одной команде, и до проекта мы очень много путешествовали, наверное, полгода. И всегда искали какой-то еще дополнительный доход. И здесь так подвернулось, что доход в евро как раз, чтобы путешествовать. У нас напрямую компания связана с путешествиями. И что еще сказать? Какая-то структура, когда ты пришла? Ну, пришли-то мы уже очень давно, практически в самом начале, когда еще не было ни обучения, когда мы не знали никаких топ-лидеров, не знали руководства. И мы даже не представляли, что это такой масштабный проект, что здесь такое душевное руководство. Мы действительно здесь, ну, как одна семья. У меня аж мурашки. Сладились очень, да. Ну, то есть, никто не понимал тогда, просто мы как котята с закрытыми глазами слепые. Мы просто делали. Вот, действительно, мы просто совершали каждый день какие-то простые действия. И ни Рома, ни я мы не предполагали, что будет такая большая структура команды. А какая у тебя структура сейчас? Ну, она очень большая, ну, наверное, везде срабатывает правило, да, 80-20, когда 20 таких, 20% это активные какие-то люди, да, заинтересованные, которые хотят здесь реализоваться. Ну, остальные так, видимо, хотели попробовать. Кто-то хотел просто дополнительный заработок. Но я считаю, что здесь, получается, у тех людей, которые голодные до денег, которых что-то не устраивает в своей жизни, они хотят кардинальных каких-то изменений. Потому что, в первую очередь, здесь происходят внутренние изменения. Мы обучаемся абсолютно всему. Даже вот интервью давать на видео, записывать друг друга. Вот. И уже непосредственно просто нужно... Ну, мы получаем кайф от процесса. Ну, не получится у тех людей, которые просто хотят заработать здесь. Здесь нужно именно получать сам кайф. И проживать это все. От знакомства с новыми людьми, от рекрутинга, от того, когда они начинают какие-то квалификации закрывать и, ну, зарабатывать первые деньги. И особенно, когда твои ребята, да, попадают сюда, и ты видишь просто эти счастливые глаза у ребят с лиц, вообще улыбка не слазит. Ну, это прямо бесценно. Да. Ради этого стоит, да, трудиться. А что бы ты себе пожелала, вот, если бы ты себя увидела в самом начале, вот, два человека стоят, ты сейчас, и вот что бы ты пожелала себе новичку? Да, если бы я тогда могла бы себе что-то посоветовать, я бы посоветовала себе быть маленечко мудрее, терпеливее. Ну, потому что, конечно, всегда возникают какие-то сложности в процессе, да, какие-то, может быть, даже стрессовые ситуации, но именно во время стресса мы растем. Даже Филипп нам все время об этом говорит, что если бы было все хорошо, не было бы такого развития. Всегда нужны какие-то трудности, там, ну, я не знаю, это вот, это и есть процесс развития. И, ну, да, себе бы я пожелала маленечко больше терпения, вот, и побольше, наверное, трудолюбия. И, ну, не раскуляться, то есть держать фокус именно на том, к чему ты идешь. Здесь, мне хочется, да, лично здесь быть профессионалом, именно уже становиться профессионалом сетевого бизнеса, вот. А не так, не просто, чтобы вот там квалификации закрывались. А какая у тебя цель вообще вот глобальная здесь, именно в этом проекте? Ну, глобальная цель в этом проекте? Ну, наверное, максимальные квалификации, как можно... Ну, вообще, то есть найти тех людей, с которыми я буду не только в этом, да, проекте, а просто с которыми я буду идти по жизни. То есть это будет мое окружение самое близкое. Ну, все, я тебе это желаю. Спасибо.